Так, у нас с вами небольшой сегодня семинар, посвященный тематике иностранных работников. Конкретно он называется «Сколько стоит иностранный работник, за что штрафуют работодателей?». Это небольшой кусочек из большого курса, который называется «Иностранные работники, привлечения и оформления». Собственно, курс проводится в учебном центре «Специалист». Меня зовут Защитина Юлия Владимировна. Небольшая информация обо мне на слайде, я ее не буду зачитывать. Немножко, буквально, пару слов о самом курсе. Собственно, он посвящен в целом работе с иностранными специалистами, то есть начиная от момента приема, заканчивая расставанием с иностранным работником. Естественно, уже на этапе приема, даже на этапе подготовки к приему иностранца на работу, у работодателя, у тех лиц, которые в организации отвечают за кадровую работу, возникали много вопросов и документального характера, и различные такие, может быть, неочевидные вещи, с которыми, единожды столкнувшись, мы, не зная какие-то нормы, можем в итоге попасть на штраф, причем достаточно большой штраф, потому как в миграционном законодательстве, конкретно в кодексе об административных правонарушениях, которые в том числе и в миграционном законодательстве у нас устанавливают различные штрафы, за его нарушения за иностранца в Москве и в Санкт-Петербурге, то есть в городах федерального значения, можно максимально попасть на штраф в миллион рублей. Ну, естественно, это самая такая страшная, конечно, планка, и все зависит от уровня нашего неблаговидного поведения, то есть от того, что за правонарушения мы совершили. Но просто нужно иметь в виду, что штрафы, в принципе, сами по себе очень большие. Поэтому все, что касается работы с иностранцами, для каждой организации или для каждого ИП, который привлекает на работу иностранца, очень важно. То есть нужно соблюдать все от отдая, чтобы комар нос не подточил и никаких возмущений со стороны контролирующих органов не было. Итак, конкретно мы с вами поговорим сегодня именно о том, что у нас со штрафами и об основных элементах работы с иностранными работниками, которые необходимо соблюдать для того, чтобы, опять же, не попасть на штрафы. Скажите, по температуре ни жарко, ни холодно? Мне кажется, жарковато. Пока оставим, как есть. Если будет слишком жарко или слишком холодно, вы скажите. Так, ну, собственно, сырьевая аудитория, я думаю, что понятно, надо, я тоже не буду зачитывать. То есть, в принципе, все те лица и организации, которые так или иначе заинтересованы или работают в сфере, которая связана с трудоустройством иностранных работников, то есть кто имеет иностранных работников в штате, кто планирует их принять на работу, может быть, кто оказывает консультации по привлению на работу. Ну, то есть все, что все, кто так или иначе с этим связаны, естественно, им будет интересен этот курс. Ну, и по окончанию выдаются документы об образовании, так как обычно, в общем-то, по итогам любого курса они выдаются. Так, собственно, переходим к конкретно нашей мини-программе на сегодня. То есть это, о чем мы с вами сегодня поговорим. О миграционном учете, то есть нужен ли он на сегодняшний день в отношении иностранных работников, то есть имеется в виду, нужно ли их ставить на миграционный учет самому работодателю, самому лицу, который привлекает иностранца на работу. Миграционный учет выразумевает регистрацию, да, где-то по месту пребывания. Далее, разрешение на работу и патент. Вот эти два, пожалуй, основных документа, которые определяют правовую статус любого иностранца, за небольшим исключением, в исключениях мы с вами тоже поговорим, но вот эти два документа, они самые-самые основные, то есть важно понимать, чем один отличается от другой, когда мы требуем с иностранцем патент, когда нам необходимо заниматься оформлением разрешения на работу. И когда, собственно, можно вообще без них обойтись, если есть такие ситуации. Далее, разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, тоже важный документ, но он не всегда необходим. Можно в некоторых случаях работать и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, но при этом иметь в штате иностранных работников. То есть я вот об этом тоже поговорю. МВД – это наш контролирующий орган, на сегодняшний день, по сути, единственный орган, перед которым мы отчитываемся за иностранцев. Раньше это был ФМС, ФМС упразднили, а теперь у нас МВД этим занимается. Работники ВКС, что это такое? Конкретно это высококвалифицированные специалисты, причем их качественное отличие от обычных работников, ну и есть ли какие-то дополнительные штрафы по ним. Ну и, собственно, по самим штрафам, да, и по Москве, по Питеру отдельно. Ну, в принципе, я насчет Москвы и Питера рассказала, то есть там просто штрафы больше, чем по всей остальной стране. Итак, начнем с представления о том, что вообще из себя представляют иностранные граждане. Ну, здесь у нас также указаны еще лица безгражданства, мы не будем их отдельно упоминать, потому что все, что регламентирует работу иностранных граждан, в том числе распространяется и на лиц безгражданства, или, как они на научном языке называются, апатриты, но мы не будем о них отдельно говорить, потому что, в принципе, для нас вся регламентация одинаковая, то есть что в отношении апатрита, что в отношении иностранных граждан, то есть мы будем говорить иностранцы, да. Итак, иностранцы у нас делятся на три категории. Постоянно проживающие в Российской Федерации, временно проживающие в Российской Федерации и временно пребывающие в Российской Федерации. Как мы видим, временно пребывающие иностранцы, это самая многочисленная категория, потому что они у нас делятся на, условно, так скажем, подвиды, в зависимости от того, из какой страны они к нам приехали, да, то есть они будут иметь разный правовой статус. Поэтому, наверное, давайте начнем с них, а потом перейдем к временно проживающим и постоянным проживающим. Итак, временно пребывающие, то есть это те граждане иностранных, которые прибывают либо к нам из визовых стран, то есть из тех стран, с которыми у Российской Федерации есть какой-то, вернее, безвизовый режим. Там, ну, США практически весь Запад, да, там, Франция и так далее. Так вот, если к нам прибывает гражданин из визовой страны, при этом не имеет права временно проживать или постоянно проживать в Российской Федерации, то есть у него нет ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство, то, соответственно, у него есть обычная виза, да, рабочая, если он сюда работать приехал. И вот с таким гражданином нам придется, если мы захотим с ним сотрудничать, нам придется его оформлять строго определенным образом, начиная с приглашения его в нашу страну, с оформлением для себя разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы и с оформлением для него разрешения на работу. То есть, когда мы работаем с визами, сама процедура привлечения иностранца, она значительно более трудоемкая, дорогая, потому что, естественно, бесплатно никто нам все эти документы оформлять не будет. Ну и, естественно, многих она отвращает от себя, особенно если организация маленькая и не особо заинтересована в том, чтобы вот все эти процедуры проходить. Просто нужно иметь в виду, что если это визовый гражданин, да, то оформлять его на работу мы начинаем еще до того, как он пересечет границу с Россией. Потому что мы, по сути, оформляем три основных документа. То есть, еще раз, чтобы подчеркнуть, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы для организации, то есть, ну, для той самой организации, которая будет привлекать на работу. Приглашение на въезд в качестве работника для того, чтобы иностранцу была вбудена рабочая виза, чтобы он смог пересечь границу, да, и в дальнейшем трудоустроиться у нас. И непосредственно разрешение на работу, без которого этого иностранца также принять будет невозможно на работу. Это что касается визовых. Что касается безвизовых, которые работают на основании патента, с ними значительно проще. Для того, чтобы принять такого гражданина, нам не нужно оформлять разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Нужно его каким-то особым порядком приглашать. Ну, и, соответственно, визы у него нет. То есть мы не занимаемся там ни вопросом визы, ни вопросом разрешения на работу, потому что разрешения на работу у безвизовых граждан нет. И, в общем-то, оно им не нужно. Но им необходимо купить... Ну, по сути, можно так сказать, что они покупают патент, потому что патент – это документ, который дает им право трудиться, который они приобретают через оплату фиксированного взноса по НДФЛ. Они могут приобрести патент минимум на месяц и максимально на один год с возможностью дальнейшего продления и переоформления патента. Поскольку мы здесь говорим о безвизах гражданах, ну, вернее, о гражданах, которые прибывают к нам из безвизовых стран, то, соответственно, мы должны иметь в виду, что это кто? Ну, граждане, например, Украины, Таджикистан. Узбекистан. Ну, то есть все, у кого с России безвизовый режим. Вот если это такой гражданин, такой иностранный работник, например, украинец, то, соответственно, мы разрешение на работу у него не спрашиваем, мы спрашиваем у него только патент, и, по сути, больше из разрешительных документов ему ничего не требуется. Есть у нас еще одна категория, она более простая, чем две вышеперечисленных. Это граждане стран ЕАЭС. ЕАЭС у нас Евразийский экономический союз. Я сейчас немножко переключу, потом вернемся. Собственно, это граждане Евразийского экономического союза, которые работают на территории Российской Федерации и без разрешения, и без патент. Ну, на Россию мы не смотрим, да, нам неинтересно, о чем мы разговариваем. Остальные страны – Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан. На сегодняшний день это четыре страны. Не знаю, может быть, союз далее как-то расширится, там будут какие-то новые участники, но на сегодняшний день это четыре государства, граждане которых работают на территории Российской Федерации без каких-либо разрешительных документов. То есть Беларусь просто взял, пересек границу, ну, приехал к нам, да, причем он может это делать и по белорусскому паспорту, так же, как и мы можем въехать на территорию Беларуси по российскому, да, паспорту. И, собственно, спокойно устроиться на работу без оформления патента, без оформления разрешения на работу. То же самое касается граждан, если у них есть свидетельство о признании их беженцами либо вынужденными переселенцами, это ниже, да, идет перечисление, либо если они получили статус, вернее, временное убежище, да, в Российской Федерации. То есть такие лица, ну, будем их коротко называть, емко-беженцами, они у нас тоже работают и без патента, и без разрешения на работу. То есть, по сути, у нас есть вот три таких вот львотника, которые вправе, ну, максимально свободно, скажем так, трудиться в РН. То есть это ЕСники, вот четыре страны, Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан, беженцы и получившие статус, получившие временное убежище, в принципе. Вот, то есть это, что касается временно пребывающих граждан. По ВКСникам я отдельно в самом конце скажу. Да. Они достаточно, что они у них есть в течение времени, да? Ну, да, да, то есть они вам, они просто вам предоставляют, ну, у них они, если они признаны беженцами, то наверняка у них есть, собственно, временная регистрация по тому месту, где они, скажем так, обосновались. Ну, миграционная, мы об этом тоже говорим, конечно, на самом курсе. То есть все, что касается проверки факта регистрации, да? Но, как правило, то есть если у них есть, например, статус беженца или там статус временного вынужденного переселенца, он им выдается на какой-то конкретный срок, да? То есть, да, и, соответственно, если, даже если, так вот, например, получается, что у них не совсем понятная ситуация с регистрацией, то есть, ну, например, они были, скажем, зарегистрированы в одном месте, а трудоустраиваются в другом месте, то вы не можете им отказать в трудоустройстве, если у них есть действующее свидетельство о признании их беженцами, ну, или вы там вынуждены переселиться. Ну, по сути, по сути, да. Ну, оно дает разный срок, поэтому так вот я не скажу, какой-то там конкретный... Хорошо, а вот мы переняли, да, если мы закончили, то есть, что... Да, уведомляем, мы когда сейчас будем говорить насчет МВД, уведомляем в отношении всех иностранцев без исключения, то есть, и про беженцев тоже. Ну, в ЕАЭС, вы знаете, просто есть уже юридическая практика, да, что именно по белорусам можно не уведомлять. Я знаю, да, есть такая практика, но проблема в том, что она такая, знаете, немножко зыбкая, в общем, эта практика, то есть, например, вот я сама сталкиваюсь с тем, что в самом же МВД существуют как бы такие две коалиции, которые между собой как-то не особо согласуются. То есть, одни говорят то, что не нужно уведомлять, потому что они фактически приравнены к россиянам, другие говорят то, что необходимо это делать, потому что у нас четко... Ну да, они фактически иностранцы, там, вне зависимости от того, что они там из союза. Поэтому, ну мы, например, когда вот я сталкиваюсь с необходимостью уведомления об белорусах, я обычно это делаю. Я обычно настаиваю на том, чтобы это сделать, просто чтобы минимизировать какие-либо дальнейшие риски, там, и претензии, которые в теории могут появиться. Вот. Но лучше не расставайте. Ну, можно, конечно, попытаться это оспорить. То есть, может быть, даже на вашу сторону встанут. Ну, просто вот сам факт вот этого, всей этой канители, да, грубо говоря, и тем более, если есть все-таки хоть, ну, какой-никакой все-таки риск, что вы проиграете в итоге этот спор, конечно, лучше, мне кажется, не рисковать. Ну, знаете, в этом спорте ссылается на этот договор, что этот договор является международным элементом, а он выше, чем элемент, который... Да, российский. ...на нашей территории. Поэтому, ну, если что, будем обратить внимание, значит, работайте. Мы так вот стараемся держать руку на поясе, ждем пока помимо... Ну, конечно, понятно, что международный договор, он, по сути своей, выше российского законодательства, но было бы неплохо, если бы и наше российское законодательство как-то привели в соответствие и сделали как-то вот отдельную ремарку для того, чтобы успокоить даже не столько работодателей, сколько самих представителей МВД, чтобы они, собственно, перестали это принимать в штыки. Потому что, к сожалению, практика такова, что иногда даже вот на основании такого... Ну, вот неуведомления насчет Беларуси, иногда вокруг этого в итоге очень большой спор возникает. Так, на чем мы с вами... Да, насчет, значит, временно пребывающих мы, ну, за исключением ВКСников, мы сказали. Теперь, что касается временно проживающих и временно постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Если мы говорим об обычных специалистах, которые не признаны ВКСниками, то у них статус достаточно близок, скажем так, между собой. Начнем с временно проживающих. То есть это иностранцы, которые имеют разрешение на временное проживание. Оно им выдается на три года, и в дальнейшем они могут получить документы на жительство, ну, и даже претендовать на гражданство. Если у специалиста есть разрешение на временное проживание, то он имеет право тоже работать без патента и без разрешения на работу. То есть ему достаточно просто предъявить разрешение на временное проживание, и на этом основании работодатель будет иметь возможность принять его на работу. Но есть одно ограничение, что его нельзя принять на работу в субъекте, отличном от того субъекта, где он получал документ разрешения на временное проживание. То есть если он получил, например, РВП в Москве, а трудоустраивается в области, то принять в области его нельзя. То есть его можно только в Москве принять. Ну и наоборот. Например, в области получил разрешение на временное проживание, а трудоустроиться хочет в Москве, в Самаре где-нибудь еще. Ну, то есть в этом отношении вот такое ограничение действует. В остальном, в принципе, все то же самое, как и в случае с ЕАЭСниками и беженцами. То есть им не нужно дополнительно как-то подтверждать свой статус, не нужно патент приобретать и не нужно им разрешения на работу. А это же самое касается командировок. Правильно? Ну, мы уже не можем его отправить в такой регион. У нас есть, мы, правда, здесь об этом поговорим, но вообще на самом курсе мы о командировках говорим, и там у нас есть некоторые возможности отправки в командировку иностранного специалиста, ну, просто с соблюдением определенных ограничений. Поэтому точно... Ну, да, да. Но по времени, конечно, от статуса иностранцев тоже там многое будет зависеть. Так, теперь что касается постоянного проживания, то есть у них, у этих иностранцев, которые постоянно проживают в РФ, главный документ – вид на жительство, он сейчас выдается... Ну, раньше на 5 лет выдавалось, собственно, как вот здесь вот так. Сейчас его сделали уже даже бессрочным, поэтому, то есть можно в качестве иностранца, постоянно проживающего в РФ, просуществовать, по сути, ну, чуть ли не всю жизнь, да, то есть без вступления в гражданство Российской Федерации. Если у иностранца есть такой документ, то это, опять же, дает им возможность трудиться без патентов, без разрешения на работу, но при этом их отличает от иностранцев с разрешением на временное проживание то, что они могут трудиться вообще на всей территории Российской Федерации. То есть если РВПшники только в том субъекте, где они получили разрешение на временное проживание, то иностранцы с видом на жительство, они могут трудиться вообще на всей территории РФ без резких либо ограничений. При этом каждый из этих категорий, то есть и постоянно проживающие, и временно проживающие, и временно пребывающие могут получить статус высококвалифицированного специалиста. Ну, конечно, подробно мы, у нас просто времени не хватит поговорить о том, что из себя представляют ВКСники, но коротко скажем, что статус ВКСника работнику придает сам работодатель, который его нанимает. То есть он сам определяет для себя критерии, которые будут отличать простого работника от высококвалифицированного. Но если мы будем принимать иностранца именно как высококвалифицированного специалиста, нам необходимо отталкиваться от того, что у нас есть отдельный документ, который устанавливает определенную планку в отношении заработной платы. То есть ВКСнику нельзя платить меньше, чем установлено в законе. Ну, то есть, как правило, оплата труда ВКСника, она достаточно высокая, в зависимости от того, что за должность у него. Так вот, если у нас работник именно ВКСник, то вне зависимости от того, откуда он к нам приехал, сколько он живет в Российской Федерации, есть ли у него вид на жительство или нет его, ВКСники всегда у нас работают только по разрешению на работу. То есть мы их оформляем так же долго и трепетно, как и тех, кто приезжает к нам из визовых стран. Поэтому с ВКСниками сама по себе процедура работы, она более такая тоже трудоемкая. Есть по этой табличке вопросы? Какой имя? Ну, знаете, я, честно говоря, сейчас не вспомню, потому что там очень такая достаточно большая таблица. Сама организация нет, то есть разрешение на привлечение иностранных работников не нужно, но разрешение на работу им нужно, чтобы их привлечь. Вот, а по поводу зарплаты, просто сейчас боюсь обмануть, там очень, там просто зависит от того, в какой сфере они трудятся. Ну, там, по-моему, практически, да, то есть определенные области и от области зависит от зарплаты, да? Там, по-моему, да, там, по-моему, не 600, по-моему, там даже, ну, если и есть, то очень маленький процент, то есть, как правило, лучше 100 тысяч в месяц у них зарплата. Какой зарплаты? Ну, если хотите, я могу после, мы когда закончим, у меня перечень этих документов есть, я вам могу потом продиктовать, чтобы сейчас пока не отвлекаться. Так, этих ребят мы уже рассмотрели. Далее, значит, насчет срока временного пребывания иностранца, который у нас получает патент. Ну, я уже сказала, да, то, что патент у нас получается на минимум, на один месяц, максимально на год, на год. В дальнейшем он может продлеваться и переоформляться. Если говорить в общем, то, то есть, по истечению 12 месяцев, да, то есть, по истечению года, работник имеет возможность переоформить патент и, соответственно, еще трудится максимально год в Российской Федерации. То есть, таким образом, в общем, время пребывания в России для иностранца на патенте самое большое составляет два года, то есть, по патенту. После тех самых двух лет он обязан выехать с предела РФ, и если мы хотим дальше с ним сотрудничать, то, в принципе, он может на следующий же день вернуться, и мы его снова оформляем на работу. Но получается так, что на сегодняшний день более двух лет работать по патенту не представляется возможным. Однако, если, например, работник приобретает патент, ну, я не знаю, на полгода, например, то вот на этот самый, на эти самые шесть месяцев у него будет продлеваться его время пребывания в Российской Федерации. То есть, насколько вот у него патент будет продлен, ну, или переоформлен, столько он и будет иметь возможности находиться в Российской Федерации на законных основаниях. Как только он там не проплатил патент, там, или, например, ну, не знаю, что, может быть, он нарушил там режим пребывания в РФ, там, патент аннулировали, да, или просто срок закончился, и продлить или переоформить его уже нельзя, потому что два года прошли, да, тут уже, хочешь не хочешь, иностранцу придется уехать из России, да, то есть пересечь границу. И только после того, как он вернется назад, уже можно всю вот эту вот процедуру возобновить вновь. Поэтому, то есть, помним о том, что нам необходимо всегда следить за сроком действия патента, чтобы не попасть на штраф, потому как если мы, если у нас складывается такая ситуация, что патент уже не действует, а работник все еще числится у нас в качестве работника, да, то это, опять же, очень большой риск. Однако у нас действует такое правило, которое мы тоже должны соблюдать. Если, например, у нас закончился срок действия патента, там, или разрешение, там, на временное проживание, например, у иностранца, прежде чем его увольнять, мы должны дать возможность работнику переоформить документы, то есть дать ему некую такую фору. Трудовой кодекс обязывает отстранить от работы работника на месяц, и только если за месяц работник никаких действий не предпринимает, то есть он не приносит нам новый патент переоформленный, или не приносит нам другой какой-то документ, который дает ему возможность возможность трудиться, да, в Российской Федерации, то мы его увольняем. Но раньше вот этого месячного срока уволить его нельзя, потому что это тоже будет являться нарушением миграционного, и главное, что нарушение прав этого самого работника. Здравствуйте, пожалуйста, у него цена нет, он не вернулся, вот он у нас будет 155 числится, да? Нет, почему он не будет? То есть если месяц прошел, а, собственно, вы не получили никаких документов, которые дают вам возможность продолжить работу с этим работником, тут вы его увольняете по конкретным основаниям, которые есть в ТК. То есть... И все документы не подписаны, да? В ТК с обвольнением, как что-то бывает, да? Ну, получается, что если физически, да, его нет, конечно, документы он не подпишет, вот, но сама правомерность увольнения, она будет законна. Поэтому у нас есть отдельные статьи, которые как раз-таки вот в таких ситуациях позволяют уволить иностранного работника. Ну, да, и то есть главное, чтобы мы соблюдали вот этот месяц и ни в коем случае как раз-таки вот не ждать, что где же, почему его нет, давайте мы там еще подождем. То есть важно, что мы, если работник сам не объявился, то мы четко увольняем его на следующий же день, как заканчивается месяц вот этого самого ожидания. Потому что в противном случае будет штраф. Да, а если он сам захотел уволиться, а кто изъявил желание, а потом, он сказал, где обманировался через 100 лет, мы уже не препятствовали, правильно? Конечно. А потом заключается через месяц, и мы не выбрали. То есть все общие основания для увольнения, они абсолютно такие же, как и для россиян. То есть там по собственному желанию, там по соглашению сторон, да, там, не знаю, по соглашению штата даже можно. То есть все, что есть в трудовом кодексе, в принципе распространяется и на наших иностранцев. Так, что я еще не сказала. А, ну еще, по-моему, я об этом не озвучила, то, что вот ниже указано насчет того, что если мы работаем с гражданами из безвизовых стран, да, то есть там граждан Таджикистана, там Украины и так далее, то разрешение на привлечение иностранной рабочей силы нам не нужно. Нам нужно это разрешение только, когда мы работаем с гражданами из визовых стран. По сути, это единственное условие. Если мы работаем либо с безвизовыми, либо с ВКСниками, либо с временно проживающими или постоянно проживающими иностранцами, то вот это самое разрешение нам не требуется. То есть мы его не оформляем. Поэтому оно только для ребят из визовых стран. Так, теперь что касается разрешения на работу, более чуть-чуть поконкретнее, да. Мы сказали, что оно необходимо временно пребывающим в РФ иностранным гражданам. При этом иностранные граждане у нас работают в РФ начиная с 18 лет. То есть у нас для россиян есть такая норма, которая позволяет работать с 16 лет. В некоторых случаях, если это киноиндустрия, цирковая и так далее, есть отдельные виды. Там даже можно с 14 лет привлекать на работу. Но в отношении иностранцев такого нет. То есть иностранец у нас всегда совершеннолетний гражданин. Так вот, если он временно пребывающий в Российской Федерации, то и при этом у него государство, с которым у России установлен визовый режим, то ему необходимо разрешение на работу. Дальше, тоже мы их уже с вами упомянули, ВКСники. И члены их семьи могут также работать на основании разрешения на работу все то время, что ВКСник пребывает на территории Российской Федерации. Далее, лица, обучающиеся в РФ по очной форме в профессиональной образовательной организации. То есть студенты-очники, если они работают параллельно с обучением, они должны получать разрешение на работу, но они получают его самостоятельно. То есть если мы когда-нибудь столкнемся со студентом, мы должны помнить, что для того, чтобы привлечь его на работу, нам самим оформлять для него разрешение на работу не требуется. То есть это его, грубо говоря, забота. И при этом разрешение на привлечение использования иностранной рабочей силы нам также не требуется для организации. То есть все это делает сам студент, то есть занимается оформлением разрешения на работу. При этом, если он трудится в пределах своих каникул, то есть не, ну, какую-то вот, может быть, он краткосрочно хочет там подработку себе найти и устроиться там на лету, то ему даже разрешение на работу не нужно. То есть он может работать без разрешения на работу. Если параллельно с обучением, то сам оформляет разрешение на работу именно как студенты. Мы при его трудоустройстве запрашиваем у него справку о том, что он учится, ну, и, соответственно, разрешение на работу, которые... Есть вот в 15-15 ФЗ, который рекламентирует, да, вот прямо вот в статье 13-14 и в соседних статьях как раз говорится вот о том, как мы принимаем студента на работу. А вот высококортицированное, там все семьи могут делать? Нет, им... Члены их семей. Члены их семей, они как бы привязаны к ВКСнику, вот поэтому... Да. Просто я, ну, грубо говоря, да, то есть если он кого-то везет с собой, то он может в разрешении на работу, собственно, указать перечень тех лиц, которые следуют вместе с ним. И на этом основании, то есть они также могут работать здесь, на территории Российской Федерации. Вот, но отдельно, занимаясь оформлением разрешения именно на них, у работодателя нет такой обязанности. То есть это не нужно... То есть жена, проваливающая, хочет выполнять, она будет в сетку, 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 в сетку... Да, естественно, она не будет сама являться ВКСникой. То есть она просто жена ВКСника, да. Но если вот на основании того, что он у нее ВКСник, она объехала вместе с ним на территорию Российской Федерации, но тоже захотела поработать, если у нее есть достаточная квалификация, чтобы что-то делать, да, там, в качестве работника, то она может, да, устроиться на работу свободно, на том основании, что она жена специалиста ВКС. Она может, ну, кем угодно, или кто же приравнивается в плане зарплаты? Нет, у нее нет никаких, да, рамок в плане зарплаты, то есть она может устроиться кем угодно, но тут уже просто будет зависеть от того, какая у нее, в принципе, квалификация. То есть это уже пусть решает сам работодатель, ну, то есть нужна ему такая работа, или там она не соответствует там каким-то его собственным, да, критериям, которые он предъявляет к своим работникам. Вот, но работать она может, да. Статус ВКСника, естественно, она не имеет, как и прочие члены семьи ВКСникова. Ну, можно так сказать. Так, ну, про патент, в принципе, я сказала. Ну, насчет Сколкова я даже не буду особо заострять внимание, то есть, ну, если, если речь идет о Сколково, то там тоже лица, кто там работает, они должны получать разрешение на работу. Так, ну, вот, собственно, это все, что касается тех лиц, которые получают именно разрешение на работу. То есть остальные либо патент, либо вообще ничего. То есть ни разрешение на работу, ни патент, если они прибывают, например, из стран ЕАЭС, да, или если у них есть разрешение на временное проживание или вид на жительство. Что касается неприятной стороны, ну, кстати, вот так выглядит патент, такой вот розовенький с фотографией, ну, и с информацией, естественно, где вот МВД, там должна быть информация, кому он выдан. Если мы принимаем на работу гражданина без разрешительных документов, то есть если у нас устраивается, например, на работу гражданина Таджикистана, который временно пребывает здесь, да, в Российской Федерации, при этом он не предоставил нам патента, мы взяли бы и приняли его на работу, то на организацию, если бы мы находились не в Москве, то до 800 тысяч рублей был бы штраф. Поскольку мы находимся в Москве, то штраф до 1 миллиона рублей. Естественно, мы должны, опять же, я еще раз сделаю ремарку, что все, конечно, зависит от тяжести правонарушения, то есть от того, впервые ли оно совершено, от того, в каких масштабах оно совершено. То есть одно дело, например, один работник, другое дело, есть у нас там целая строительная бригада, которые вообще без разрешения работают. Поэтому, конечно, я не хочу пугать, да, и говорить то, что вот всегда там за каждого работника это миллион. Но, тем не менее, вот этот вот высший план по Москве и по Питеру установлено, и, ну, в общем-то, в самой такой плачевной ситуации вполне можно напороться и на... Да, за каждого, да. Поэтому даже если, например, у нас, ну, не знаю, например, три работника, там, из каждого там нам назначили по 500 тысяч, вот тоже особо не очень приятно получается история, потому что полтора миллиона получается в итоге. На должностных лиц поменьше, естественно, штрафы, как и обычно у нас, то есть самое страшное, конечно, накладывается на организацию. Если это должностное лицо, то есть генеральный директор или непосредственно, например, руководитель, там, отдела персонала, то есть те лица, которые прямо, да, отвечают за кадровую работу, то у них до 50 тысяч рублей штраф. И до 70, если, опять же, Москва, то есть память побольше, и вы не этим тоже. Так, ну, здесь, я так понимаю, нечто вроде такой небольшой игры, ну, я думаю, что здесь не будет сложности, то есть кто из перечисленных граждан может на работу устроиться, если у организации нет разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы? Украина. Ну, да, здесь однозначно Украина, потому что, да, потому что американец у нас, то есть США это визовая, да, Германия туда же, поэтому, соответственно, здесь у нас только Украина остается, ну, среди указанных на слайдике. Так, теперь что касается миграционного учета. Здесь у нас приведены сроки на постановку на миграционный учет, ну, по сути, то есть это сроки, которые отводятся гражданину на то, чтобы он где-то зарегистрировался. Поэтому это очень важно, чтобы не нарушать режим пребывания, да. Если это общая категория, то есть подавляющая большинство безвизовых и визовых иностранцев, у них есть всего 7 дней на то, чтобы встать на учет. У граждан Таджикистана в силу международного договора 15 дней. У граждан из стран ЕАЭС, кроме Белоруссии, 30 дней. Ну, и, наконец, самая льготная категория, практически 3 месяца для белорусов и для боковестников. То есть они могут в течение 3 месяцев вообще нигде не стоять на учете. И даже есть такие вот практики, когда бывает такое, что работник приехал, поработал и уехал. То есть, ну, если он успел вложиться в 90 дней, там, например, с Белоруссии въехал, устроился на работу, там, сколько-то дней потрудился, там, через 2 месяца... Какому он понял, когда он въехал? С белоруссами очень сложно понять. То есть, как правило, даже... Ну, если у них есть какие-то проездные документы, они могут их... Это самая такая латентная категория, поэтому иногда для того, чтобы определить, сколько он находится в РЭП, даже отталкиваются от договора, который с ним заключается, то есть от трудового договора. То есть вот когда заключен, ну, значит, вот с этого момента мы можем считать, что он фактически... Ну, хотя бы в этом случае мы можем предмет, да, отталкиваться от какой-то конкретной даты, да. А также все, что касается белорусов, там, конечно, очень размыто, потому что у них иммиграционной карточки нет, да, и они хоть на велосипеде могут въехать спокойно, да, поэтому... Вот, ну... Там же еще налогоподложение, да? Да, резидент или не резидент. Вот, ну, когда... Нельзя вообще ничего определить, отталкиваемся от срока заключения, до даты заключения договора. Главный вопрос насчет миграционного учета, кто ставит, то есть нужно ли нам, как работодателю, ставить миграционный учет иностранного работника. На сегодняшний день у нас... То есть кто ставит? Принимающийся страна, да, то есть нам необходимо понять, кто является принимающейся страной, то есть кто принимает с точки зрения закона иностранца у себя. Прежде всего, это собственник помещения, то есть это собственник того самого помещения, который будет предоставлен работнику для... в качестве жилья, то есть где он будет зарегистрирован в качестве временного жильца. Кто может быть этим собственником? Либо это, например, там, гостиница, посты и так далее, либо это какие-нибудь там тети Маши и прочие родственники, либо это работодатель. Но если раньше работодатель всегда ставил миграционный учет работника, то есть у него не было вообще никаких вариантов избегнуть этой необходимости, этой обязанности, то на сегодняшний день он ставит на миграционный учет работника только если это собственникам помещения, то есть у него есть право собственности, да, зарегистрировано в ЕГРЭТ, в ЕГРЭТ, в ЕГРЭТе, прав, да, на недвижимое имущество, и если он предоставляет работнику это самое помещение для проживания. То есть наличие собственного помещения еще не означает, что его непременно нужно предоставить работнику в качестве жилья. Если у нас такое помещение есть, например, у нас есть, ну не знаю, может быть, у организации собственности квартиры, такое тоже возможно, то, соответственно, в этом отношении работодатель свободен, то есть он может эту самую квартиру по желанию предоставить в качестве места для проживания временно по своему иностранцу. Если он это делает, то он автоматически становится принимающей стороной и ставит на миграционный учет иностранца, то есть уведомляет МВД о том, что, о прибытии, да, то есть есть у нас такое уведомление о прибытии. Если же у нас помещения нет, или если оно у нас есть, но мы не хотим там никого, по крайней мере, из иностранцев, там, например, поселять, то принимающей стороной мы не будем. Соответственно, мы, все, что касается обязанностей по постановке на миграционный учет, с нас, ну, грубо говоря, слетает. То есть мы никаким образом не затрагиваем эту сторону. То есть мы не хотим, мы не будем. Нет, то есть, да, то есть вы таким образом не будете являться принимающей стороной. То есть это должно быть. А есть договор аренды? Обязательно? В смысле, не совсем понимаю. Договор аренды на помещение, то есть между работодателем или, например, родственником. То есть обязательно должен быть договор аренды, да, что-то поставить на учет? Или без договора можно поставить? Ну, можно поставить... Это же не обязан и не должен это делать бесплатно, да, то есть он ставит на учет и бесплатно не доставляет помещение, он же не должен бесплатно делать, он заключает договор. На основании заключенной договора аренды... Тут, знаете, здесь будет зависеть, будет зависеть все от статуса работника, потому что, например, если у нас ВКСник, то или если у нас это гражданин из визовой страны, то мы подписываем при оформлении документов, мы подписываем обязательство обеспечить его всем необходимым, в том числе и возможностью жилья. Если это, например, там, патентник, то, конечно, мы не обязаны все это делать, поэтому все, что касается представления помещения, это наша собственная инициатива, наше собственное желание. То есть если мы там хотим, мы можем с ними заключить договор, действительно там, то есть найма, например, живого помещения, и он, например, будет платить нам деньги за найм. То есть это нормально, потому что мы таким образом вступаем, получается, в гражданско-правые отношения с работником. Поэтому здесь все зависит от ситуации и от того, что за иностранец у нас. Потому что ВКСникам мы обязаны обеспечить жильем, потенникам мы, естественно, не обязаны обеспечивать. Тем более, если у нас нет собственного помещения, то мы ни за что в данном случае не отвечаем. То есть это самообязанность. Если у нас изначально зарегистрированная система, когда мы сейчас зарегистрировали, и она будет опорчиваться, ее в неделю не может сделать. А у работодателя все это вместе. Мы не обязаны. Он автоматически, не переходит в такая основная информация? Нет, автоматически не переходит. И он в день может зарегистрироваться. Будет грубо сказано, но в данном случае это его забота, встать где-то на собственном учете. Только если он собственник и если предоставляет место ему именно для проживания. То есть в других случаях он... Раньше это было необходимо. Раньше, если помните, если мы тоже этим занимались, мы регистрировали по месту нахождения организации. То есть даже, ну понятно, что в организации же никто не жил, ну да, ну как правило, в организации не живут, а просто работают, да, приходят. Но тем не менее, мы регистрировали работников именно по месту нахождения организации. Сейчас вот это вот, это уже почти год с момента этих изменений прошел. Сейчас только если фактически есть жилье. Если жилья нет, то мы не принимающая сторона. А что работодателя делали тогда, когда устроили год регистрации закончились? Ну, патент, если патент... Если патент действует, то это не основание для увольнения. То есть мы увольняем только по факту... А что мы делаем? Он же должен быть этим регистрацией. Это вообще головная боль работника, потому что он решает, не продовое законодательство, он решает... Он решил пребывание, да. Да, пребывание, допустим, не все равно о регистрации. Ну, я думаю, что он должен работать, он должен не продавать пекциям, а, например, МВД, и вытушить ему штраф за улучшение обо мне, по сути, что он сделает. Да, конечно. То есть вы бьете тревогу только тогда, когда у него заканчивается разрешительный документ, то есть патент в данном случае. Вот. Если вы его изначально на миграционку не ставили, то в дальнейшем, то есть именно к вам каких-то претензий вот именно по этой части быть не должно. Даже если, например, бывает такое, что работодатель заключает договор там с какой-то гостиницей, да, о том, что она будет предоставлять места для его работников. В этой ситуации даже не работодатель будет принимающей страны, а гостиница, да, поэтому, то есть, вот такая вот получается многократная цепочка. А работодатель через вывод не принятие? Не должно, если он не принимающая страна. принимающая страна, да, и ответственное лицо гостиницы. Вот. Среди меня непонятно. Вот основания, что вот все-таки для миграционного учеба, например, должен стать чуть-чуть каково с теми же родственниками, чтобы родственник выступает принимающей стороной и поставить его на уши, да, то есть договор обязательно должен быть или нет, или просто, может быть, они поговорили с родственником, близком. Это тоже бывает по-разному. То есть это либо, ну, есть какие-то корыстные родственники, то может быть, они по найму его приятны. Но если письма... Это не нужно, да, то есть если это просто родственник, там, например, там, приехал кто-то из Беларуси, обосновался у, там, тети, там, не знаю, племянницы, он просто живет, а, соответственно, тетя, там, племянница, бабушка, дедушка просто ставит его на, ну, то есть, временную регистрацию он делает. То есть это нормально. Каких-то отдельных договоров это не требует. Но если, ну, грубо говоря, приспичил там по найму его именно поселить, там, за деньги, ну, это уже дело самих родственников. И так тоже можно. Но все-таки, как правило, если все-таки родственные отношения, да, ну, как правило, это все бесплатно, конечно, делается, да. Вот. Если все-таки мы принимающей стороной являемся, то, соответственно, в МВД вот такие вот документы мы предоставляем. То есть уведомления о прибытии по унифицированной форме. Кстати, у нас все формы поменяются. То есть у нас сейчас новые формы по уведомлению МВД и по части о меграционке, и по части уведомления о заключении трудового договора. Так, значит, уведомления раз. Документы, которые подтверждают право собственности на помещение, два, да, потому что важно, чтобы мы были собственниками. И согласие со-собственников, не люблю это слово, но, тем не менее, если кто-то уже проживает в этом же доме или квартире. Вот. И, соответственно, вот эти вот документы мы либо через МФЦ внесем, подаем, либо через госуслуги, если дистанционно с наличием электронной цифровой подписи, либо непосредственно в МВД, ну, либо самый такой вот рабочий-крестьянский способ через почту России подольше, но зато можно отслеживать. и... Ну, сейчас она вернулась, да, был какой-то вот такой, когда все это буксовало в плане отправки через почту, но сейчас, в общем-то, вот эти четыре способа, они, да. Вот. И если мы все-таки являемся принимающей стороной, да, то и при этом не поставили на миграционный учет, то есть у нас есть, например, квартира, мы поселили иностранца в этой квартире, но не уведомили о том, что мы это сделали, то до 500 тысяч рублей можно заплатить за вот такое вот нарушение. Если это должностное лицо, то до 50 тысяч рублей. И буквально пару слов насчет ВКСников, то есть они у нас немножко, даже множко отличаются, да, от обычных работников. Насчет уровня квалификации я уже упоминала, то есть у них, они отличаются от обычного работника тем, что обладают какой-то специфической квалификацией, которая выделяет их на фоне остальных работников, поэтому, ну вот, если кто-нибудь доберется до полного курса, у нас там будет такой пример с японским языком, то есть, например, нам вот по зарезу нужен работник, который в совершенстве владеет японским языком. Ну, согласитесь, сложно найти среди наших россиян, да, среди соотечественников человека, который мог бы говорить на японском на уровне носителя, ну, на английском можно там найти, на французском, там немецком, все-таки с японским наверное посложнее. И вот мы понимаем то, что, скорее всего, нам нужен японец. И поэтому, прежде чем начать, прежде чем кого-то принять, то есть мы, скажем так, должны сформировать собственные предпочтения о квалификации того работника, который нам необходим. Ну, и, соответственно, для того, чтобы это сделать, нам необходимо прописать все это, ну, то есть задокументировать все наши предпочтения вот в отношении иностранного работника в АКС, например, там, владение японским языком в совершенстве и так далее. То есть если мы такого находим где-то там за границей, то, соответственно, ему, как ВКС-нику, будет полагаться и повышенная заработная плата, то есть за его труд, потому как он будет выполнять какую-то, скажем так, особую работу или его квалификация как-то вот будет выделяться, да, на фоне остальных. А, и вот, кстати, я, честно говоря, забыла, что здесь у нас прям будет табличка насчет заработной платы. Вот, собственно, у нас начинается от 58 с половиной, вот, заканчивается, заканчивается одним миллионом и более в зависимости от того, что это у нас заработники. Но один миллион у нас не в месяц, а в год, да. Поэтому, ну, тут у нас есть категории разные, то есть там научные работники, кто работает в особой экономической зоне, промышленные производства и так далее. Нам, наверное, в большей степени, нас интересуют в большей степени общие, да, общие категории, вот они, остальные граждане, которые, да, которые, значит, не подпадают ни под одну из категорий, у них заработная плата будет 167 тысяч за один календарный месяц. Ну, соответственно, не ниже этой планки мы должны установить заработную плату, если у нас работник ВКСник. Если мы устанавливаем, вернее, если мы нанимаем на работу ВКСника, то мы должны отчетиться и по нему, то есть у ВКСников есть отдельная такая статья отчетности, ну, в отношении ВКСников, статья отчетности у работодателя. Мы должны в МВД отправлять специальное уведомление о выполнении нашей обязанности по выводе заработной платы в отношении такого работника. Это, правда, делается не ежемесячно, а ежеквартально, но если этого не сделать, то, опять же, до одного миллиона рублей штраф на юридическое лицо, если это предприниматель, то чуть поменьше, но все равно штраф достаточно большой. Да, прием уведомления обязательный, то есть это в отношении всех работников. Если не происходит расторжение, то нет. То есть у нас бывает такое, что, например, патент закончился, ждем, да, у нас месяц есть, он приносит, то есть мы не успели его уволить, значит, что мы делаем, мы просто заключаем с ним дополнительное соглашение, да, прописываем новые реквизиты патента. Уведомления нам не нужно, то есть... Уведомления новых патентов в ОМВД нет? Нет. То есть только прием, увольнение, ну и если это ВКСник, то еще и насчет зарплаты, да. А если в ОМВД они не увидят новый патент, получается, они увидят период больше двух лет? А почему там больше двух лет не получится, потому что... вы посмотрите, один раз, год, продвинул на год, потом месяц выехал, ну там думал, переоформлял, и потом, получается, за третий год, а ОМВД информации нет о том, что он уформлялся. То есть получается, за третий год не умер. Нет. Ну нет, ведь есть определенные нюансы, то есть не обязательно, ну прям вот именно строго, там без каких-либо там временных хвостиков, там находиться прямо вот ровно два года в Российской Федерации. Есть там, ну как бы, разные ситуации, то есть, например, он мог, ну не знаю, может быть, он, скажем, оформил патент там на седьмой день пребывания, вот, то есть, и там два года еще проработал по патенту. Таким образом, он в любом случае более двух лет, то есть два года, еще шесть дней, получается, он пребывает в Российской Федерации. Но это не является ошибкой, потому что все равно же на законных основаниях пребывал. Так же, как, например, если мы его отстраняем от работы после того, как у него закончился патент, да, он месяц, получается, как-то вот между небом и землей висит, но это тоже не является нарушением, потому что с точки зрения закона он имеет право в течение этого месяца переоформить разрешительные документы на работу без выезда за рубеж, ну, то есть, за пределы Российской Федерации. Поэтому, то есть, в зависимости от того, какой у него есть, сколько у него времени на постановку, на учет, то есть, потому что у кого-то 7 дней, да, у кого-то 15, как у граждан Таджикистана, там, у кого-то 30, у кого-то вообще 90. Поэтому там плюс-минус, но если чуть-чуть больше, там, двух лет, это не является нарушением. Вот, насчет МВД мы сказали, за то, что это у нас главный регистрирующий орган, ну, вернее, контролирующий орган, да, и последнее, что хотела бы сказать, это насчет, как раз, уведомления МВД. У нас существует строгое правило на сегодняшний день, то, что не позднее трех рабочих дней с даты заключения либо расторжения трудового договора мы должны оформить, уведомить МВД об этом факте. При этом важно, что вне зависимости от того, когда договор вступает в силу, мы делаем это самое уведомление, потому что бывает такое, что у нас договор заключается одной датой, а фактически до работы работник допускается, ну, не знаю, например, через неделю после этого события, через месяц, ну, всякое бывает. Например, у ВКСников никогда не бывает так, что они приступают к работе в ту дату, в которой заключается сам договор, потому что там такая специфика, что они на момент подписания договора еще не все документы оформят, чтобы, собственно, им начать работать в России, то есть там никогда не получается, чтобы вот эта самая дата совпадала. Поэтому мы... С первого заключения мы с ним, а с десятого он был заниматься на работе. Значит, строго... С четвертым. Да, то есть считаем с первого, то есть не тогда, когда фактически он начал, а тогда, когда мы подписали договор. Ну вот как, смотрите, как вот в этом примере, то есть у нас есть, например, 20 августа там, 18-го года, когда мы подписали договор. Соответственно, 20-е, да, это у нас... Не считайте, потому что у нас со следующего дня идет отсчет. Да, 24-е. 21, скажем, а, 20-е. Ну, то есть у нас на следующий день начинает течь срок, получается 21, 22, 23, это финиш, то есть если 24-го уведомили, то уже нарушили. Вот, и, соответственно, это важно, потому что, ну, опять же, потому что штраф. Да. Да. Ну, у нас, у нас есть разные разъяснения на этот счет, там, и практики судебные, в общем-то, тоже достаточно много. Ну, насчет того, что могли бы написать 115 ФЗ более, и не только 115 ФЗ, но и многие другие, в общем-то, федеральные законы, более подробные, то да. то, ну, 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 а, ну, там, ну, ну, буквально на следующий же день после заключения уведомить, то, конечно, лучше всего это дело не откладывать в долгий ящик и с этим не тянет, потому что, опять же, очень большие штрафы. Так, ну, собственно, это все, что я хотела сказать насчет сегодняшнего небольшого такого, небольшой части от общего курса. Вот есть какие-то вопросы, потому что мы с вами поговорили. Вопрос, если мы хотим взять гражданина Украины у договора БХА, значит, мне нужно требовать от него патент? Также вы давление, я подаю, да, в любом случае, БХА или туда вы договоры, и от этого я нужно отценить? И патент тоже, да, то есть если мы хотим все сделать по закону, то есть не в черную, а вот прям, чтобы, да, тогда, да, им тоже необходим патент, потому что у нас, ну, мы обычно говорим трудовой и трудовой, но на самом деле, если мы будем читать нормы с 13 ФЗ, мы увидим, что в контексте труда иностранных работников договора БХА, они тоже подпадают под вот эту всю эту регламентацию, поэтому и патент, да, мы с ней спрашиваем, вот, и уведомления также делаем, ну, к вам патент. Да, 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 просто есть до сих пор, ну, насколько вот я могу слить, такой вот миф среди тех, кто так или иначе с этим сталкивается, то, что вроде как БХА это что-то другое, то есть это что-то, что может как-то обойти, да. Ну, на самом деле, ну, там можно просто соревновать на налогах, там, ну, на страховых взносах немножко, да, то есть там, если так глобально смотреть, то, в общем-то, они близки между собой. Хотя, конечно, есть и разница, и там, ну, в плане, например, возможность установить, ну, такие более свободные отношения, конечно, подходит в большей степени договор гражданского правого характера, чем трудовой, где там обязательно трудовая дисциплина, обязательно соблюдать правила о зарплате не реже двух раз в месяц, ну, и там и прочее. Но это уже частности, то есть, если мы говорим именно о миграционке, то, конечно, мы уведомляем и в отношении трудовых, и в отношении договора БХА. Вот, и разрешительные документы проверяем. Вот, ну, собственно... Сейчас же и умреть, должно быть, у него, да, и... Да, но насчет медицины, для... У нас не было времени, да, об этом сказать, но вообще в целом, что касается медицинского страхования, это отдельная такая достаточно серьезная часть работы с иностранцами, то есть, если у нас иностранец, временно пребывающий, при этом не относится к гражданам из ЕАЭС, из Союза Евразийского, то нам необходимо проследить, чтобы у него был либо полис от добровольного медицинского страхования, ДМС, ДМС, да, либо, если полиса у него нет, но мы его страшно хотим взять на работу, нам необходимо оформить самостоятельный медицинский договор с организацией медицинской, чтобы она его обслуживала, то есть, в плане, ну, то есть, в плане обеспечения его медицинскими услугами. Но это математики, а вот кто из Союза, что из Союза, я понимаю, они... ДМС нет, а в качестве застрахованными лицами, то есть, что касается именно ОМС, да, они не являются, поэтому, то есть, мы их... Да, то есть, Казахстан, Армения... Вы у них именно по этой части ничего не требуете, просто нужно иметь в виду, что они являются застрахованными лицами, поэтому все страховые взносы за них платят, в принципе, ну, так же, как и за российские граждане. Вот, но ДМС и какие-то иные там документы... Вы с них, да, их у них не спрашиваете. Вот, а ДМС это только для патентника, да. Ну, то есть, либо ДМС, либо вот договор с медицинской организацией, то есть, либо так, либо так. Если нет ни того, ни другого, то просто не получится договор заключить, это будет тоже нарушением достаточно грубым. Если вот у нас, например, граждан в Белоруссии забеременела, и период выхождения работы ее в Белоруссии мы не считаем, правильно? Потому что вы, как-то, считаете, что, возможно, это можно будет учить, мы учимы, мы считаем... Сейчас, во всяком случае, да, на сегодняшний день это не считается, потому что, ну, это не наша вотчина, то есть, поэтому пока, по крайней мере, никаких не было изменений насчет того, что мы это учитываем. Даже как, например, мы не переносим там в трудовую книжку в те периоды, которые она там отработала, поэтому... Нет, пока, по крайней мере, нет. Хорошо, спасибо. А у вас есть какие-то минуты, а вот договоры можно прописывать, вот, полис? Полис обязательно, да, обязательно. А тогда как-то рекомендуется? Нет, а, и не АЭС, и АЭС не пишет. Если патент, то да. ДМС, да, то есть мы прям там указываем либо реквизит ДМС, либо реквизит договора с медицинской организацией. Вот, если это из Союза, то там мы ничего в отношении них не пишем, ну, просто потому что мы не требуем ничего. Так, ну, собственно, на этом пока все. Вот, спасибо, да, что... Изменения с вами прошло. Ну, кстати, в этом году, не сказать, что прям какие-то революционные изменения, формы поменялись, потом немножко поменялось, упростилась процедура квотирования там, ну, незначительно. Вот, вот так. Да, но в целом, в общем-то, самое-самое основное осталось, как и было. Вот, поэтому еще раз спасибо за внимание. Продолжение следует... Ну, будет основное, да. Он там, он рассчитан на два дня с десяти... Я не знаю, вот честно не знаю. С десяти утра до семнадцати десяти. Ну, он по-разному бывает. Ближайший, по-моему, будет по воскресенью.